Эфир канал ОТС продолжает экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Фатальное падение с высоты накануне на улице Кашурникова в Новосибирске произошла трагедия. Человек, ремонтировавший крышу 18-этажки, упал на землю. Со слов местных жителей, сначала пострадавший громко кричал от боли, после стало тихо. От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Следователи комитета сразу выехали на место инцидента для выяснения всех обстоятельств. Назначена процессуальная проверка. Насколько известно, рабочий упал вниз, потянув за собой баллон. Благо тот не рванул. Обойдите, газ здесь идет. Газовый баллон упал с высоты. Человек упал с высоты. Погиб, скорее всего. А мы снова возвращаемся к семье Зеликовичей, которые обманом потеряли квартиру в Новосибирске и лишились всех накоплений. За мать пенсионерку и ее сына инвалида детства попытались вступиться соседи. Они предали случившиеся огласки, обвинив в бедах конкретного человека. Но пока правоохранители изучали вопрос и отказывались возбуждать уголовное дело, Зеликовичей упекли в психбольницу. А на входе в жилище появился другой замок. Новая собственница квадратных метров зашла туда в присутствии приставов для описи имущества прежних хозяев. Все делалось в спешке и тайне, но наша съемочная группа успела приехать на адрес. Именно так силой мать с сыном вывели из квартиры по официальным документам в лечебницу для душевнобольных. Они легли добровольно, но судя по этим кадрам сопротивление все же оказывали. Пока Зеликовичи закрыты в палатах, приставы переписали их скудный скарб и дали срок два месяца все увезти и освободить бывшее жилье. Кто это будет делать, большой вопрос. Новая хозяйка квартиры со своей дочерью не стали беседовать ни с журналистами, ни с теперешними соседями. Может быть все-таки дадите комментарий Алену Вячеславову? Вы людей оставили без жилья. Как вы будете с этим жить? Как вы с этим будете жить? А деньги где? Вы им лично в руки отдавали деньги? Кто был передачеком денег? Ответьте на вопрос. Да все юридически я вон был. Ну юридически понятно. Кто отдавал деньги? Люди остались без денег и без жилья. Где? Где вообще справедливость? Есть ли эта справедливость? Где Алексей? Почему Алексей безнаказанно, который смог продать эту квартиру? Как собственница могла купить эту квартиру? То есть видя людей, как это вообще возможно? Я не знаю, как человек будет жить. Просто не знаю, как жить. И когда ей задаешь вопрос, с какой совестью вы будете жить? Абсолютно спокойно. Но мы считаем, я лично считаю, что здесь обман. И нужно возбуждать уголовное дело о факте мошенничества и разбираться. Потому что людей очень жалко. Они остались без крова. А теперь напомним еще об одной истории с продажей квартиры. Женщина лишилась своего жилья в центре Новосибирска под давлением мошенников. Но все это время думала, что помогает следствию. Месяц назад наш канал стал свидетелем выселения пенсионерки. Но она не сдалась и пытается отстоять свое право снова жить в двушке. Когда Галине на WhatsApp скинули доверенность на незнакомого ей человека, которому она якобы поручила продать свою квартиру, женщина испугалась. И потому поверила, что ей звонит настоящий следователь. И чтобы опередить мошенников со сделкой, она сама продала квартиру через агентство недвижимости, а деньги перевела на счет, который по телефону продиктовал правоохранитель. После поимки аферисов тот обещал все вернуть. Но вместо этого в жилище зашел непрошенный гость с риэлтором, которая по документам и стала новой собственницей квадратных метров. Они пришли, значит, он хамски абсолютно вел себя, просто хамски. Он стал открывать шкафы, выбрасывать одежду на пол, обувь на пол выбрасывать, валяется на кровати в кроссовках, кухни, значит, шкафы открывает, смотрит везде там это все это. В тот день Галина смогла отбить квартиру, но вскоре началась черная полоса. Мужчина, который назвал себя представителем новой хозяйки жилплощади, ночью обрезал провода, отключил электричество и взломал дверь тамбура. Пенсионерка выбежала на шум и попала под раздачу. Уйди! 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 Женщина получила многочисленные синяки и ушибы. В неравной борьбе у нее отобрали ключи. Галина оказалась на улице, в домашней одежде и тапочках. Сейчас пенсионерка скитается. Временно приютили знакомые на своей даче. Он мне выбросил сумку мою. Вот эту сумку, в окно. Вот в этой сумке у меня паспорт, карты и телефон. Это по просьбе полицейских. Это он сделал. Все. Юристы Галины уверены, их клиентку обманули. Поэтому пытаются исправить непростую ситуацию. Хотят признать сделку недействительной. Кстати, суд уже запретил новым собственникам проводить с жильем какие-либо манипуляции. Есть норма в жилищном кодексе, позволяющая до решения суда ей находиться в данном объекте. До решения суда в обратном, об выселении. То есть решения суда о ее выселении нет. Но эта позиция еще подкрепляется тем, что в производстве есть в следственных органах уголовное дело, по которому она призвана потерпевшей. Новые хозяйки, риэлторы того самого агентства, через которое продавали недвижимость, прокомментировать ситуацию, отказались. Тогда мы обратились к их руководству. Компания провела внутреннее расследование и не усмотрела корысти в действиях своих сотрудников. Как оказалось, сама Галина скрыла истинные причины сделки. Разбираю сейчас историю этой сделки. Мы фиксировали, что Галина Александровна предоставляла сведения, косвенно подтверждающие свои намерения. То есть, фактически, это переезд к дочери в Питер, у которой большая квартира, показывая фотографии дочери, какие-то доказательства ее материального благосостояния. То есть, фактически, полностью показывала логику своих действий. Возможно, это стало ошибкой. А ведь в ином случае сделку можно было бы приостановить. А так она прошла по стандартам агентства и не вызвала подозрений у специалистов. Тем не менее, с нами поделились вариантами разрешения этой проблемы. Разумным сценарием было бы все-таки привести в сторону первоначального положения. То есть, это был бы выход, наверное, лучший. В этом случае все равно останется у Галины Александровны обязанность в дальнейшем вернуть полученную денежную сумму покупателю. То есть, другой вопрос о том, что когда она сможет это сделать, сможет ли. То есть, они в целом понимают ситуацию Галины Александровны и, в общем, не зла ей, зла. То есть, готовы обратно предоставить ей это жилье, вернуть ее в эту же квартиру. Тем более, дать доступ в любой момент к ее вещам. А пока Галина использует все возможности в судебном порядке. Переговоры с агентством продолжаются. Компания активно сотрудничает с органами. Мы будем следить за развитием истории. После многочисленных жалоб жителей микрорайона Хилокский и главе СКР в кафе Кишлак на окраине Новосибирска нагрянули не только следователи комитета, но и полицейские, а также представители надзорного ведомства. Заведение закрыли, а некоторых его посетителей увезли в военкомат. Что-то заявлено... Мы откуда знаем? Попроси все. Чего там, проблемы нету. Почему вы агрессируете в нашу сторону? Этот разговор на повышенных тонах стал последней каплей. Жительницы улицы Суходольной включили камеру телефона после того, как неизвестный на Шкоде осыпал их угрозами за то, что местные жаловались на появившееся возле их домов кафе. По словам женщин, мигрант бравировал тем, что участвовал в СВО и, мол, ничего не боится. При этом очевидцы обратили внимание на странные шевроны на его форме, не имеющие никакого отношения к российским вооруженным силам, и перевернутый флаг на кепке. Видео выложили в сеть, отметив публикации Александра Бастрыкина. Реакция последовала незамедлительно. Следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции, налоговой службы, представителями МЧС, Росгвардии, военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону и прокуратуры Новосибирской области приняли участие в профилактических рейдовых мероприятиях. В ходе рейдов проверено заведение общественного питания. Кафе с говорящим названием «Кишлак» незаконно появилось на месте другого сгоревшего предприятия общепита. Еду здесь готовили в жутких условиях. Спали повара-нелегалы там же, где стряпали лепешки. В ходе рейда установлены многочисленные нарушения норм миграционного, налогового законодательства, санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности. Установлен факт осуществления деятельности в отсутствие контрольно-кассового аппарата. Выявлены признаки нецелевого использования земельного участка в отсутствие разрешительных документов на строительство. По итогам проверки нарушителям выписали несколько административных протоколов. Троим иностранцам выдали повестки для постановки на воинский учет. Работу харчев не приостановили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Редактор субтитров А.Семкин